И так, это мы отложим в сторону. Слушай, а похожую воздуходовку в Гринворксе видел? Да они все похожи, плюс-минус. Функционал-то примерно одинаков. Ну, сам понимаешь, вообще она называется LB, если ты помнишь, у нас есть маленькая воздуходовочка, 18-вольтовая, она называется AG. А здесь LB, потому что на немецком языке, если слово-то там длинное вспомнить. Лесбиен. Нет, это листья, прямой перевод, это гонялка листьев, то есть это сдувать листья. Я зимой попробовал ей снег сдувать, она сдувает только свежевыпавший, а который прилип уже к машине, например, вот тяжело сдуть, потому что сопло достаточно большое. Надо делать его узким, чтобы гореть снег, например, и так далее. Ну давай, мы тут что-то покосили, попробуем сдуть. Ну, сырая тут-таки трава. Вот, давай сдуй. Все, унесло. Сейчас я могу делать это вот так, не держа кнопку, так скажем. Круиз-контроль называется. Ну, примитивный круиз-контроль, да. Есть электронный, есть механический, то есть у тебя вот эта штука, она сама нажимает на клавицу, да. Потребляет она достаточно многие энергии, непрерывно, десятки. А воздуходовка самая, по-моему, энергопотребляемая. С точки зрения конструкции данного устройства, если вообще, в принципе, коснуться воздуходовок, они устроены очень просто, очень просто. Тут стоит двигатель бесщеточный, который вращает, по сути, крыльчатку, а крыльчатка выполнена в виде турбины на двигателе. Если посмотреть внутрь, там прям похоже на конструкцию реактивного двигателя. Мне как раз Виталя про это рассказывал. Вот. Из Макиты. Да и можно загуглить, в Википедии все написано. И задача просто, забрав воздух с этой стороны, сжать его и передать с какой-то скоростью в эту сторону. Но, опять же, основная задача этих всех воздуходовок, которые просто дуют, просто что-то сдуть в одно место, смести, складировать, а потом убрать. Существуют воздуходовки, как ты знаешь, которые могут собирать мусор. Ты их тестировал. У них стоят ножи. С мульчированием, с ножом. С мульчированием, с ножами и так далее. В данный момент, в данный момент времени у нас только базовая она вот есть, то есть просто гонять воздух. А в будущем будет ли новая, я пока не знаю. Неплохо было бы на два аккумулятора, чтобы она была более мощная. Ну, опять же, вопрос веса, касаемо батареи и размеров батареи. Это все, опять же, упирается в габариты и возможность работать разным совершенно людям, не нам с тобой здоровым мужикам, а, допустим, женщинам или пожилым людям. То есть, это абсолютно… Так и вижу, женщины пожилые покупают метабовские эти воздуходовки, прям вот в очередь стоят. Смотри, ну… Это вонючие полосатые, говорю, вонючие мужики брутальные, которые всю линейку метаба собрали, такие на дачу поехали уже, докупили воздуходовку, взяли, триммер, ну, уже, как бы, линейка есть, все. Вы их подсадили, посадили на аккумулятор из рели HD, который один в комплекте шел, посадили на эту линейку, и они уже получаются расширяться. С той стороны… Бабуля покупать не будет твоей воздуходовкой покупать отдельно. Бабуля не должна покупать, тебе тоже внук или сын подарить, вот в чем разница. А у сына как раз и у внука есть инструмент, если он работает инструментом, зарабатывает. А если… Или я не купил PowerMax домой, PowerMax батареи, то никуда не поставишь сюда, сам понимаешь, да? Еще одно изделие, которое он тоже протестирует, это газонокосилка. Газонокосилка RM3618LTXBL46. Кстати, еще один нюанс, да, у триммеров-то, у КОС, ширина кошения 40 мм, это тоже в названии модели отображено, в конце цифры 40 стоит. Как мы уже видим, мягкий травосборник, 55 литров, ну, оборудован дном, а не просто как бы мешок, и металлической рамой. В комплекте идет вставка, которая позволяет выполнять еще одну функцию – это мульчировать, но вставляем, закрываем выход с кошной травы и диск перемалывает, получается, в мульчу. Ну, и третий режим работы, в котором она сейчас стоит, это просто ПОКОС и выброс ПОКОШной травы под помоги. Давай отметим, что функция автоматическое передвижение, как она называется? Ну, самоход, да, привода на ось здесь нет, потому что это наша первая модель в данной тематике. То есть, вы сейчас знакомитесь с садовой тематикой, по сути дела, да, начинаете? Сами, да. Немецкие коллеги сделают версию попроще, и, скорее всего, у вас будет версия самоходная с приводом. Весь нюанс упирается в том, как это сделать, чтобы… Версия попроще. Версия попроще, да. Естественно, как и все газонокосилки, эта тоже вся складная. А, кстати, надо показать. То есть, допустим, вот вы сложили, режим хранения, здесь это поднимаем за рукоятку, здесь вот металлические части, они являются упором, и она у вас хранится. Покажи, как нож выбить. Опять же, большинство ножей, они все плюс-минус одинаковые. Допустим, такой нож изогнутый, он есть много еще у кого, потому что, по сути-то… Ну, он поднимает траву, по сути дела. Да. Раз. Но отличаются они все, по сути, вот этими вот местами крепления ножа. Вот они, цилиндрическое отверстие имеют, а вот квадратное, здесь в виде таких вот сердечек, так скажем. Сама вся база на металлическом валу, специальный полимер, т.е. такой напоминающий стекловолоко какое-то, т.е. такой адаптер, да, для крепления. А внутри идет, естественно, металлический вал. Двигатель здесь стандартной конструкции имеет, он тоже брашлис, тоже бесщеточный, но с внутренним расположением ротора. Дека металлическая. Ну, металл, на мой взгляд, здесь толщиной идет… Николай, сколько тут, как ты думаешь, миллиметр два, наверное, да, дека? Металлическая дека или пластика, какая лучше? Какая лучше? Наверное, металлическая, более надежная. Знаешь почему? Потому что на топовых, на топовых косилках за 50 тысяч рублей, например, у ваших бирюзовых друзей, у них стоит стальная дека, а те, которые варианты бюджетные за 20 рубасов, у них идет пластиковая. Ну, как некоторые опытные пользователи говорят, да, то, что на такой вот неровной поверхности, когда газон у вас полудикий, как в данном случае, свое растет, ты во время кошения можешь зацепить какой-то камушек, щебелку… И стрянуть в деку, да. Да, стрянуть в деку. Противники металлические… А это пластик у вас или металл? Это металл. Толщина электро-Н2, смотри, какая толстая. Она, естественно, дает вес, более стабильно себя ведет сама по себе косилка во время езды, так скажем, кошения. И эта часть сделана таким образом практически у всех. Это пластик, да? Это пластик, да. Это прижимает, соответственно, травку. Опять, соответственно, да, слово «паразит» – паразитное. Оси между собой связаны, по характеристикам классическим 7 ступеней регулировки в данном случае… Давай попробуем поработать с ней. Сейчас, сейчас соберем. от 25 до 80 миллиметров высота кошения настраивается. Три положения по высоте, среднее, отодвигаем, приворачиваем, приподнимаем, опускаем фиксатор. И фиксировали. Это максимальное. То есть можно настроить под себя. Как и у всех шки не двигаются, да, телескопически? Вот эти? Да. Нет, здесь нет этого пока. Естественно, как и у всех электрических есть ключ, чтобы в отсутствие взрослых и дети на ней не ездили. Он штатно идет на резину, он здесь в таком шнурочке я его снял. Блин, а сейчас вот, смотри, там две десятки, да, стоит? Две десятки. На какое интересное время хватит ее? Есть табличка. Или, допустим, на площадь какую-то. На максимальной площади 800 квадратных метров. В семь соток вот две десятки, да? Восемьсот квадратных метров. Восемьсот. Две десятки есть по времени на мягкой свежей траве хватает где-то на 118 минут. Если мы говорим про что-то бурья на высокую траву пожестче, то все хватит где-то в половину меньше. Все зависит от потребления. У этой машины есть как раз авторежим. То есть, при включении. Чтобы включить, нажать клавишу и запустить. Ну, стандартная вещь. Она ушла в авторежим сейчас. То есть, во время кошения, в зависимости от того, какая трава. Конечно, автоматически мощнее. Так, мы, конечно, с тобой нарушаем ТБ. Ну, я тоже сижу без очков стрёмно. Да. Это сейчас у тебя в режиме мульчирования, да, она идет? Нет, сейчас режим просто кошения. Давай поставим пониже. А мульчирование каким образом? Давай мы сейчас прокосим стандарт. Поехали. Вот все, проблемы, да. Рома, выше. Такую глубину не делать сзади проход, дядя. Неудачник. Выше, что? Откуда я знаю? Глянь. Глянь, а то как косит. Флеш выбил тут. Ха-ха-ха. Вот это дело. Давай в обратную сторону. По-моему дашь погонять? Нельзя. Значит, это перегрузить срабатывает, да? Ну, прикольно. А что? Смотри, газов подстегли. Вот в таком режиме работа, то есть когда жестишь, и когда вот так вот сразу косишь, как ты говоришь, два прохода за один, она меньше проработает по времени. Ну, правильно делать все-таки на 50 процентов, потом второй проход делать там. Ну, у меня нет дачи, Николай, извини, я еще не совсем в теме. Ну, у тебя есть мозги. Блин, ну что, мне нравится, прикольная штука. Если бы у меня были. Жирина кошения здесь 46 сантиметров. Миш, по твоей науке мы прошли, сейчас второй раз пойдем смотреть. Я тебе надо опустить, да? Давай, если ты хочешь. Давай, теперь пожестим. И теперь мы аккуратненько пойдем, чтобы у нас нож. Опять же, зачем нужны ножницы? Если мы будем вот так сейчас с тобой ехать, мы с тобой ножом будем цеплять что? Бордюр. Вот зачем вот тишь остается. Покажи, как мульчирование работает лучше. Мульчирование давай покажем. Сейчас было просто кошение, мы срезали траву, остались валяться. Мульчирование должно, по идее, эту траву превращать в очень-очень мелкий такой биоматериал. Да, по идее, вот вставка, она идет в комплекте. Поднимаем защиту. Увидим, здесь уже продукты работают. Вот, устанавливаем ее, вставку сюда, вот направляющие фиксируется. Также закрываем. Чтобы не давать большую нагрузку поставим повыше, и давай вот здесь пройдемся. Поехали. Поехали. Где трава? А где трава? Сейчас найдем. Вот, да. Она очень мелкая, действительно, в мульчу пошла. Давайте сделаем вот так, очень влажный, свежий трав. А вот его надо чистить, наверное, периодически, да? Набрасывать? Естественно, периодически чистить, мыть. Керхером не рекомендуется. В инструкции прописано дождаться высыхания и просто смахнуть. Взбить. Ну, кисточкой, да, или чем щеткой это все дело удалить. Вот, потому что здесь она вот на деку налипает, субстанция, вот получается вот мульчирование работает. Но, по идее, это подать должно. Вот. Нож будет, опять же, доступен отдельно. Ну, да. Как еще травосборник работает, чтобы понять, внимание было. Еще есть один нюанс, который нужно показать, да, то есть, все-таки в этой газон-косилке стоит тоже датчики гироскоп на шуруповертил tx. Да ладно. Да, если я намотаю, вдруг, у меня она... Она выключается сама. в обе стороны. А также она выключится, если я сделаю вот так. Ну, это классно. Срабатывает защита. Ну, естественно, если вот так я ее подниму, она тоже выключится. То есть, есть защита от каких-то вот таких вот всех нюансов. Нюансов. Ну, не будет она так, что ты на горочке работаешь, и она у тебя трудится. Нет, давай, пожалуйста, какую-нибудь в горку поедем. Тут у нас таких горок-то и нету. Ну, да, здесь совсем таких нет горок. Но здесь именно настроен на то, что у тебя машина именно наклоняется в какую-то степень критическую. Ну, естественно, чтобы поставить травосборник, нам необходимо поднять, опять же, защиту. Металлические крючки на металлическую ось. Закрыли. И давай, наверное... Николай, отойди, наверное, в сторонку. Поехали, тут как раз травка погуще. Места тебе мало, да? Там, да. Стоматы вырез, получаем. Красота получается, влия какая-то. Ну давай посмотрим теперь на результат, что мы тут наделали. Мы сколько тут прошли, у нас уже достаточно большое Мусор к чему, это не мусор, это трава, при этом, что у тебя не осталось на газоне, ты его не должен граблями собирать. Естественно, да, то есть мы оставим на газоне, потому что это удобрение, городским службам поможем чуть-чуть. В каких-то случаях рекомендуется делать мульчирование, в каких-то случаях для того, чтобы уже, знаешь, это степень, когда вообще культура ухода за газоном, на самом деле, целая наука. Да, да, я согласен. Его надо воздухом снабжать, есть специальные скарификаторы, есть специальные чесалки, по-русски их назвать и тому подобное, да, то есть есть аэраторы, и вообще, да, то есть в эту тему надо вникать, когда у тебя есть газон, либо ты занимаешься зеленением. В общем, три функции она выполняет, просто кошение, кошение с мульчированием и кошение со сборкой. Да, три в одном. Защиту я показал, в принципе, и также есть защита, если вдруг у нас люди пытливые в России, ну, вообще, в принципе, у нас люди пытливые, когда включаешь, можно зафиксировать же, да, есть такие, если вынуть батарею на ходу и поставить ее назад, будет защита повторного пуска, это стандартная вещь. А также, когда батарея полностью разрядится, машина с звуковым сигнализатором тоже сообщает, если у тебя рукоятка как-то, ну, тут продолжаешь идти и так далее. Вот, по обслуживанию здесь, ну, вот это вся, все легко сдувается, счищается, сверху в деке есть четыре отверстия, в случае, пойдет, если влага и так далее, чтобы она стекала. Ну, естественно, уборку, очистку делать лучше, подождав, пока трава скошенная высохнет. Ну, сюда, дуль, да. Если индикатор заряда, естественно, есть, при запуске, вот он, из 5 светодиодов стоит при запуске, они загораются, потом гаснут. Если происходят какие-то нештатные ситуации, вдруг мы наехали на препятствие, перегрузка, срабатывает защита. Как показать, что срабатывает перегрузка? Например, минимальное опустили, мы запускаем, когда у нас нож движется по поверхности. Николай запустится. Но если будет что-то мешать, при запуске сработает защита от перегруза на двигателе, машина не станет запускаться, будет пищать. Надо это сымитировать, попробовать. Давай, здесь. Вот. Слышно? Если я не опытный садовник, пытаюсь упороть машину, машина это сделать не даст. Самый интересный вопрос, Николай, по этой газонокосилке, сколько она стоит, да, наверное? Да. А в виде просто машины с травосборником, с ножом, в коробке в картонной, без батареи зарядки, она будет стоить 32 990. Также будет доступна комплектация с двумя батареями 5.2 и зарядным устройством СС-145 ДУО, то есть двойным. Такая комплектация будет стоить 42 990. То есть на 10 тысяч разница. С чем, с чем, с двумя аккумуляторами? С двумя батарейками 5.2, с двойным зарядником. Да, 5.2, но это, блин, 5.2. Вот. По времени, опять же, работы, все зависит от того, какой газон, какая трава. То есть это все, в принципе, информацию об этом, в принципе, можем вставить в ролик. У меня есть табличка, я думаю, покажем. У нас здесь достаточно большие батареи стоят, Николай, смотри. Десятки. Таким образом здесь сделано, чтобы даже женщине было удобно вынуть. Нажимаем, оп, она подкакивает. Это простейшая конструкция, там внутри две пружины, направляюшка, чтобы батареи, даже женские руки, нежные, могли легко вынуть. Она им сама в руки выпрыгивает при снятии фиксатора. Ну ладно, так же можно, в принципе, здесь их оставить, чтобы они нам... Оп, все стоит. Эта машина называется RSG 18 tilt-x. RSG 15, это опрыскиватель садовый. Где сделан? В Швейцарии. Я представляю, сколько он будет стоить. Поэтому он самый дорогой на рынке, он стоит 35 тысяч рублей. Что? Да. Блин, ну одну модель они продали в России. Ни одну. Даже не продали, а ее списали на демофон. 35 тысяч. Блин, расскажи, это за 2 тысячи рублей, за 3, сколько там эти саково аккумуляторные сейчас стоит. Я все прекрасно понимаю, но данная машина сделана... Но мне нужно его продать, да? Нет, почему? Его кто-то купит. В Швейцарии производят распылители. Да, фирма, здесь указано, Бирч Мейер, это наш партнер по платформе КЭС. Корнус Альянс Систем. Ну, в Швейцарии, может быть, люди себе могут... Я тебе так скажу, это самая доступная бюджетная версия ассортимента фирмы Бирч Мейер. У них есть немножко другие машины с другим возможностью. Эта машина, допустим, не может работать жидкостью, в которой содержится щелочь, кислота и так далее. То есть, каким образом работает? Здесь источник питания батареи 18 вольт. На батарее 2 ампер час мы можем вылить 90 литров. Соответственно, на батарее 4 ампер час. Сколько мы можем вылить? 180 литров воды. Ну, не факт. Легко. Не факт. Конструкция достаточно простая. Стоит помпа. Обычный компрессор воздушный. Стоит датчик. Примитивная или простая конструкция? Конструкция элегантная. Инновационная. Конструкция, с одной стороны, очень простая, с другой стороны, очень замудренная. Почему? Компрессор, клапан. Вот он, датчик электронный, который нам позволяет регулировать давление. Вот регулятор. Мы можем стоить на максимум. Слышишь, что там что-то заурчало, да? Компрессор качает воздух, нагнетает в бак воздух. Практически не слышно, он бесшумный. И мы здесь можем уже с помощью распылителя регулировать. А он не удлиняется? Максимальная длина вот. Трубка латунная. Да, максимальная длина. Вот, да. То есть 50 сантиметров. 5000 рублей с вас. Да. Допустим, большое распыление облака, да, вот так. Можно сделать, отрегулировав, выкрутив его, можно сделать струю уже подлиннее. У меня такое ощущение, что наши швейцарские франки вылетают. При этом, если я, видишь, вот сейчас нажал, да, то есть нету падения струи, равномерной струи, а видишь, подается. Когда выпил три кружки пива. Ветровых, да? Нету падения, равномерно льется. То есть, обрати внимание, я нажал, работает, слышишь, там помпочка работает. Да, вот тихо работает. Да, то есть, и при этом у меня, если я сейчас, конечно, выключу, сейчас давление вырастет. Более-менее равномерно. Для чего нужна? Обрабатывать, плевать в кустарники, плодовые деревья, в тепличных условиях, в теплице и так далее. То есть, разнообразными гибицидами, ядами. Нету этого удлинителя, это все минус. Базовая модель. Вешать на спину, естественно, можно, нужно. Лямки регулируются, они с мягкими вставками. Что-то ты потерял энтузиазм после того, как озвучил стоимость инструмента. Ну как, понимаешь, для меня вообще садовая техника, для нашей компании такая новинка. Реально, то есть, мы этого не делали же никогда. Но ввиду того, что... Что-то он еще бурликает там. Он бурликает. Он еще немного... Дождь не пошел. Так, а где вторая? Из-за бежит дождь. Выточили вторую лямку, она там уехала. Вот она, да. Тут смотри, как все хитро сделано. Можно раз, где там пластмасска-то? Ну вот он пас, да, раз, все. То есть, он 15-литровый. Сейчас в нем налито где-то половина. То есть, 7 литров. То есть, он пустой 4 килограмма весит. То есть, ты 15 литров воды наливаешь. И, по сути, вот. Ты сделал, развернул и пошел. Можно налить спиртсодержащую жидкость. И травить к коронавирусу так ходить. И поджигать. Напалом будет. Или, например, когда жарко, поливать отдыхающих ходить. В Сочи-то так вот, да? Чтобы за горло ровнее ложился. Чтобы тебе синяки ровнее ложились на лицо. И второе. На самом деле, это такой, с одной стороны, нужная вещь. С другой стороны, за эти деньги, ну, сделано Швейцарией. За эти деньги два садовника найдешь, и он тебе будет вручную быть со шприцом каждый листик. Ну, вещь сделана Швейцарией. Под нее даже будут расходники привозиться. Вот эта труба будет отдельно. Вот этот вот сам механизм, клапан будет отдельно. Ну, очередь стоит, я знаю. Он есть, еще раз, 2 ампер часа, 90 литров воды. То есть, это 4 заправки. 4 ампер часа, это 180 литров воды. То есть, туда нешь, в принципе, носить. В средней полосе России травить жуков самое то. Да, в средней полосе России, как в Швейцарии примерно, вот так вот, да? Ну, там одно и то же, плюс-минус. Плюс-минус. Макиты кольца машина у вас опрызгивает. Да. Так, где у нас крутилочка? Вот она, надо выключить его. Чик, выключаешь. То есть, ты регулируешь давление с этой стороны. С вами была компания Metabo. Тихо, тихо, тихо. И компания Папа Карло. Спасибо большое, что посмотрели наш супер обзор на садовую технику от компании Metabo. Посмотрели, на самом деле, нам очень понравились многие штучки. Я бы, наверное, знали, как сказал бы. Лично для меня, мне понравился триммер, супер. Косилка, супер. Эти штуки я не понял. Скажем так, воздуходовка среднячком. Априскатель, это... Самая лучшая техника, это что? Априскатель, это сам нужен всем. Особенно тем, кто картошку растит сам. Ты же картошку не растешь, ты же покупаешь, правильно? Ладно, с вами была компания Папа Карло, Metabo, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok